Всем привет! Только что для вас сняла смысловое видео, поэтому, наверное, сейчас просто можно погулять и просто насладиться, и посмотреть на частные домики. Мы с вами здесь довольно часто гуляем зимой, но крайне редко гуляем весной, потому самое время, наверное. Сейчас всё очень сильно цветет, и обалденная красота. Очень многие домики утеплили. Очень многие. Очень. Всё потому, что сейчас сразу несколько дотаций в Чехии работает. Одна из них зеленоуспора, зеленый свет экономии, и это самая крупная дотация. В общем, ты проводишь ремонт. Желательно сразу же узнать требования вот этого утепления, как именно должен проходить ремонт, чтобы потом дотация, ну, вернуть какие-то деньги с помощью этой дотации. Вот. Чтобы вернуть их наверняка, нужно просто соответствовать неким требованиям. Там должна быть толщина утепления, например, определенного размера, и окна определенно должны стоять, быть определенными там стройным стеклом. В общем, там много всяких пунктов. Это всё есть в интернете. Это можно изучить, кому интересно. Вот. Единственное, что иностранцам сразу же нужно узнать, какая дотация работает не для граждан. И нужно с этим думать, потому что не все дотации работают не для граждан. Абсолютное большинство, скажем, не работает. Вот. Но всё-таки те, кто является гражданами Европейского Союза, тем эту дотацию получить в миллион раз проще. Поэтому, когда вы сделаете этот ремонт, вы выполните все эти требования, то вы напишите заявление о получении дотации. Благодаря этой дотации, в зависимости от того, что вы сделали, в каком состоянии дом был, вам вернут до 60 процентов стоимости всех работ, включая саму работу. Т.е. не только стоимость материалов, но и работу. И, например, не знаю, архитектурный план. Если был необходим, например, архитектурный план или вы делали... Т.е. все-все-все, что вы потратили на это, вы приложите все документацию. Т.е нужно, естественно, собирать всю документацию, все чеки. Кто вам что делал, какие работы, сколько обошлись работы, сколько обошелся материал, сколько обошелся архитектор, там и так далее. И Если вы исполните абсолютно все их требования, тогда 60% вам стоимости вернут. И это касается и частных домов, и квартирных домов. Потом еще есть дотации отдельно на окна, на двери. То есть если вы поставите определенные окна и двери, которые помогут вам очень сильно экономить отопление, то есть не будут пропускать теплый воздух, то вы тоже опять-таки до 60% можете вернуть. Если все пункты вы выполните, то 60%, если не все, один, например, не выполните, то 50% и так далее. То есть все в таком формате. Помимо этого существуют еще дотации на котлы. В Чехии в основном используются три типа отоплений, хотя их на самом деле больше. Центральное в основном в панельных домах и новостройках. Потом такое, как сказать, не знаю, как по-русски оно называется, когда котел огромный находится в доме. И этим котлом отапливаются все квартиры данного дома. То есть центральное это когда одним котлом отапливается сразу множество домов. А здесь когда отапливается только ваш дом. Вот. И еще есть, ну, свое личное, да, когда газ или электричество помогают вашему котлу обогревать именно вашу квартиру. Вот. И на каждой из этих типов есть разные дотации. Разные. Но, безусловно, самые большие и выгодные из них касаются тех, кто автономную полностью квартиру имеет. Вот так. И автономная квартира, безусловно, самый выгодный вариант. Самый. Если у вас котел на газу и отапливает только вашу квартиру, это самый дешевый вариант в Чехии. Вот так. Мы сейчас живем у нас вот это далковое устошение топение. Это котел, стоящий в доме. И у нас 60 квартир. Вот. Все в порядке, все хорошо, отличный котел. Это среднее по затратности отопление и вода горячая. Вот. Но если, например, в 11 вечера принимать душ... Ну, нет, в 11 уже он скорее успевает, вру. Где-то, если в 9 вечера принимать душ, то вода будет такая, еле теплая. Вот это единственное время дня, когда будет реально еле теплая вода. Потому что все люди начинают приходить с работы. Это в будние дни. И вот они, начиная с 5 часов и до 9, просто все-все начинают принимать душ, 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 душ. И вот вы приходите, если в 9 в душ или в ванну, то в котле уже просто-напросто воды горячей нет. И значит, он вам в прямом режиме начинает подогревать эту воду, и она уже теплая. И бывает настолько теплая, что, ну, просто недостаточно этого абсолютно. Просто холодно. Вот этот нюанс, это нужно понимать. Я не купаюсь в 9 часов. У меня, ну, как бы график жизни такой, что, в принципе, у меня... 9 часов в ванной не бываю, поэтому я уже этого так сильно не замечаю. Вот. Но несколько лет назад мы это очень сильно на себе чувствовали. Вот. Это, конечно же, вероятнее всего говорит о том, что котел недостаточной мощности стоит. Или недостаточного, вот, резервуарного недостаточного, в общем, на такое количество квартир. Вот так. Ну, естественно, то же самое ровно может случиться и когда у вас котел стоит в квартире. Естественно, может случиться ровно то же самое. Вот. У нас в новой квартире уже будет свое отопление, своя горячая вода. И мы сразу же купили и котел, и бойлер. Чтобы в котле у нас была постоянно вода. Если она закончится, то уже бойлер тогда обогревал. Вот так. Ой, как милашненькая. Вот такие дела. Ну, и вот там, конечно, всякие дотации. Все это надо изучать. Я немножечко прошлась, немножечко почитала. Конечно, это все не так легко, но это помогло очень сильно Чехии в последние годы утеплиться. Очень сильно помогло это поменять всем котлы на новые. Помогло дома привести в порядок и очень-очень-очень сильно экономить ресурсы. Благодаря вот этим дотациям. Потому что абсолютно просто, я не знаю, 95% всех квартирных домов, безусловно, прибегают к этим дотациям. Вот так. Вот. И еще раз подчеркну, что можно и на двери входные получить эти дотации. То есть, покупив входную дверь или в дом квартирный, или в дом частный, или в вашу конкретную квартиру, входную дверь определенных стандартов, все это опять-таки нужно читать, изучать, которое не будет пропускать тепло. То вы снова-таки можете получить поддержку. Вот такие делы. Ох, какой балкончик, который мы себе сделали. Класс. Ну вот так, ребята, это все устроено. Я не эксперт по дотациям, но многие люди в этом отличненько шарят и прекрасно получают себе поддержку. Почему бы и нет. Подуванчики шикарные просто. Просто шикарные, что сказать. Обалдеть. Вот реально этот район, даже за последний год, невероятно. Невероятно изменился. У всех прошли ремонты. Прямо дома изменились. Я думаю, что если я посмотрю это же место вот в видео полуторагодичной давности, то я просто увижу абсолютно наличие всех этих домов неутепленных. Так, опять я в этот тупик иду. А вообще-то я могу туда идти, потому что там есть выход, я вспомнила. Он только выглядит как тупик. Сейчас уже период мытья улиц. На улицах ставят знак, что от такого-то числа все должны убрать машину, потому что будет просто мыться улица и чиститься. И если кто-то не убирает машину, то ее просто-напросто забирают на штрафстоянку. И будешь платить потом большую денюжку за то, чтобы ее оттуда забрать. Ну так, так что я на днях вышла. И у нас просто перед домом стояло всего лишь две машины. Хотя обычно их там просто тьма тьмущая стоит. Две машины, которые были в очень разбитом состоянии. В общем, старое такое ощущение, что их 20 лет никто не трогал вообще. Эти люди, наверное, уже, может быть, их и здесь нету, эти машины все стоят, не знаю. В общем, они их не убрали. И в тот момент их еще не успели. Опачки, я могу здесь даже пройти. Их еще в тот момент не успели просто отбуксовать. И там полностью стригли вот эти вот растения, которые растут вдоль дорог. Все это стригли и подметали, и мыли, и чистили. Куча-куча-куча людей, приводили просто улицы в порядок. Вот так. Ой, собачек лежит так уютненько, сладенький. И тут кто-то, а тут писточки. У всех все посажено. Цветочки у всех растут. Прелесть просто. А на окраинах и вообще мы гуляли там настолько у всех ухоженные. Просто садики. Такая красота. Там хорошая новостроечка. Тоже одна из немногих, которые мне нравятся вид. Вид шикарный из нее открывается. Абсолютно роскошный пол Праги видно. Ну и, конечно, вид в Праге стоит очень дорого. Очень дорого. Обалдеть, какие цветочки. Прелесть какая. Какой странный, необычный дом. Я таких еще не видела и с такими ставнями. И этот я никогда не видела. Каким-то образом я умудрилась вообще эту улицу пропустить. Как-то особо я по ней не ходила. Из Болден. Сегодня суббота. Время вымершее. Людей нету. Гулять комфортно. В будние дни здесь все вот эти офисы кишат. Офисные работники бегают. И очень много людей здесь. Вот мы первоначально, когда квартиру выбирали в одном из этих домов. В одном из этих домов хотели квартиру. По-моему, вот в этом. По-моему, в этом, если я не ошибаюсь, мы хотели квартиру. И я так рада, что мы просто абсолютно не выбрали ее. Во-первых, я в тот момент узнала, что этот дом панельный. Я всегда считала, что он кирпичный. У него под утеплением. Там вот как-то не было мне ясно, что он панельный. Панельные, намного более холодные дома. И там центральное отопление. Центральное отопление, это очень дорого. И тебе его отключают, когда там нормы приходят, включают. В общем, это вообще не тот вариант, который мы искали. Плюс возле этой дороги, в будние дни, эта дорога очень оживленная. В общем, я очень рада, что мы вообще этот дом не рассматривали в итоге. В первое время тут висело объявление, что продается там эта квартира. И я уже начала искать, уже хотела звонить. И мы стали собирать информацию и поняли, что это абсолютно неподходящий нам дом. Мы просто все здесь знаем, потому что это наш район. Мы здесь часто ходим, гуляем. И мы подумали, что это хороший вариант будет. В итоге я очень рада. Мы намного-намного-намного лучше и в гораздо более хорошем районе нашли. Хотя этот район, ну как, хороший с точки зрения именно нашей. Скажем, мы нашли в гораздо более оживленном районе. Вот нам нравится пока еще как-то жизнь, ритм вот в этом плане. А так, безусловно, этот район шикарный. Я обожаю его. Он очень спокойный здесь. Здесь, не знаю, люди какие-то хорошие вот именно, именно вот здесь вот, где я с вами хожу. Я не знаю, как там дальше, кто там и где там. Не все части Праги 4 мне нравятся. Но вот эта вся вот эта территория, этот частный сектор там, и тут все эти дома. Тут спокойно, хорошо очень. Спокойно, хорошо. Но, видимо, как показала жизнь, это не то, чего мы сейчас ищем. Нам больше хочется движухи, больше жизни. И вот так. Поэтому мы в центре решили жить. И вообще, на самом деле, на самом деле, это было всегда моей мечтой. Просто казалось, что у нас денег не хватит. Но хорошие поиски помогли нам. Вот так. Какие обалденные деревья. Вот это фантастика. Вот этого я из окна очень бы хотела видеть. Красота. Маленькие экологичные автобусы. Электро. Электро, электро. Кто-то у меня спрашивал, если бы я покупала машину, какую бы я покупала. Очень хороший вопрос. Во-первых, я абсолютно не разбираюсь в машинах. Вот абсолютно. Единственная машина, две, в которые я по-настоящему в своей жизни влюбилась, это Тесла и Мини. Я очень хочу Теслу. Это абсолютный предел моих мечтаний. Но пока финансово она для меня недостижима. Надеюсь, что ситуация изменится. И все-таки я очень ее хочу. Да. Никогда в жизни я не питала ничего к машинам абсолютно. Я была к ним всю жизнь абсолютно равнодушна. У меня никогда не было желания сдавать на права. И вот год назад у меня появилось желание и захотелось как-то. Я почувствовала вкус и я сдала на права. И теперь я хочу Теслу. Вот. И еще мне нравится Мини. Мне нравится Мини. И она не экологичная. С Теслой не так все просто. Не так все просто, потому что эта машина городская все-таки. И хотя я читала на форумах, как чехи, у которых Тесла справляются. И читала очень подробный отчет одного чеха, который ездил в Нидерланды. Там же Теслы производят в Нидерландах. Ну, в Европе. Их в нескольких местах производят. Но на европейский рынок их производят в Нидерландах. И он ее сам гнал. И вот он рассказывал, что несколько там точек конкретно где, в каких странах, в каких городах были, где можно было поменять батарею. В остальных местах он просто-напросто подзаряжал ее. В Макдональдсах, еще где-то. Это, конечно, нужно располагать временем. Потому что, в принципе, я как помню, как мы ездим куда-то на далекие расстояния, мы никогда не ночуем нигде. То есть мы всегда с друзьями едем просто до упора. До цели пребывания. И дорога может длиться 10 часов, например. Вот. И, естественно, Тесла 10 часов просто без подзарядки не доедет. Это значит, что нужно будет где-то останавливаться, постоянно ее подзаряжать. И получается, что это не универсальный вариант. То есть это хорошо ее иметь как вторую машину передвижению по городу. Но здесь просто минус в том, что я по городу как бы, ну, думаю, что я ездить особо не буду максимально там за покупками. Просто, ну, Прага вообще не тот город, где круто ездить на машине. Здесь это так и не модно, и не удобно. Вообще, парковки стоят больших денег. Парковки очень сложно найти. В центре пробки постоянные. В общем, у меня есть на эту тему видео отдельное. Я считаю, что абсолютно неудобно, и не думаю, что я буду ездить по городу на машине. Получается, она мне нужна только для поездок за город и для путешествий. И в этом плане вот моя мечта, моя Тесла, она пока еще не универсальна. Но, может быть, к тому моменту, когда у меня на нее будет, может быть, все изменится. И в Европе уже на каждом шагу будут пункты смены батареи в моей машинке. А мини они тоже. Те, что постарше, они, конечно, подешевле, ясный пень. Но к ним много тогда вопросов. А те, что поновее, они вообще-то очень дорогие тоже. Вот так. Так что, вот честно, вопрос автомобильный просто не ко мне. Я человек, который машины ест только глазами. Еще BMW мне безумно нравится. Причем очень многие модели, наверное, если как марку брать, то это моя самая любимая марка машин. Но вот серьезно, я просто только глазами сужу. Внешне. Только внешне я сужу. Я абсолютно не разбираюсь ни в каких характеристиках. И это нужно садиться изучать. Пока этот вопрос не актуален. Когда станет актуален, то буду разбираться. Но у моих знакомых, у кого я просто, у кого не спрашиваю, у меня есть буквально пара человек, которые ездят постоянно на машине. И в основном у них работа связана с тем, что нужно возить очень-очень много всего с собой. Просто кучу каких-нибудь материалов, инструментов, всего. И они настолько просто привыкают, что даже когда в своей повседневной жизни, они все равно ездят на машине. Но все остальные абсолютно, абсолютно нет. Все ездят только по выходным, куда-то попутешествовать по замкам или на озеро, или просто никто по городу на машине не передвигается. Ну, те, у кого детей много, конечно, ездят на машине, и то далеко не всегда. Тоже девочка меня на днях одна подвозила, чашка, и я говорю, а ты в будний день, я говорю, ты все время на машине ездишь? Она, нет, нет. Я, говорит, ее взяла впервые вот за месяцы просто. У нас, говорит, мыли улицу, я не хотела искать другое место ей. И решила, что просто съезжу на ней на работу сегодня, чтобы она постояла на работе, пока вымоет улицу. И все, говорит, а так я, конечно же, использую ее только по выходным, но все, всех, кого я спрашивала, у всех абсолютно всегда одинаковый ответ. Оно просто того не стоит. Просто стоять в этих пробках ради чего? Тут же куча частных предпринимателей, и все эти частные предприниматели, они все там, кто по ремонту котлов, кто по ремонту там, чего-нибудь связанного с электрикой и так далее и тому подобное. И получается, что эти люди все возят с собой целую кучу вот этих всех инструментов и всего. И вот они создают невероятную массовость на дорогах, и от этого просто пробки, как во всех городах, в общем. Здесь настолько классный транспорт в Праге, что это надо ценить. И в транспорте очень много можно увидеть реальной жизни, реальной жизни города. Это совершенно точно. Если ездить на машине, ты очень многого не будешь знать. Не будешь знать вообще, какие люди, как они одеваются, как они себя ведут в проблемных ситуациях. И если в метро кто-то выпендривается, там кому-то угрожает или... Ну, в общем, с точки зрения изучения менталитета и познания страны, общественный транспорт — это самое то место. Я очень его люблю, мне там очень хорошо. Все, пошла в магазин. Спасибо вам большое за прогулку. И пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.